МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое же отношение владелец мясного бизнеса имеет к нечистой силе? И почему Анжелика до сих пор считает себя его жертвой? 10 мая 2013 года с подмосковной скотобойни пропало 15 литров крови. Кому понадобилась свежая кровь? Кто мог пойти ради нее на преступление? Такое под силу разве что вампиру. Неужели они действительно существуют и живут среди нас? Осень 2006 года. Артист Валерий Золотухин проснулся от страшной головной боли. Она словно опустошала его изнутри, высасывала жизненные силы. С тех самых пор состояние его здоровья стало ухудшаться. Почему его смерть в 2013 не стала неожиданностью для экстрасенсов? И почему они считают, что артист сам привлек страшную болезнь? Июль 2012-го. Вблизи развалин средневекового монастыря на болгарском курорте Созапол археологи обнаружили странное захоронение. Почему их находка стала сенсацией мирового масштаба? И почему ученые назвали древние могилы вампирскими? Легенды о вампирах с древности передаются из уст в уста. Народная молва гласит, что эти существа боятся солнечного света, обитают в склепах и испытывают мучительную жажду крови. Сильные, быстрые, со звериным обонянием и острыми, как ножи, клыками, они ищут своих жертв, у которых против кровососов нет ни единого шанса. Есть ли в историях про вампиров хотя бы капелька правды? Что это? Страшные сказки для детей или пугающая реальность? Легенды о вампирах ходят по всему свету. В шумерской мифологии они описаны как кровососущие демоны. В Индии верят в бесплотных духов, способных вселяться в мертвые тела. В Ирландии рассказывают истории о духах юных женщин, которые подстерегают своих жертв у кладбища. В Китае считают, что хромающие мертвецы выпивают не кровь, а ци, жизненную энергию жертв. Кто же такие вампиры? И почему большая часть сказаний и легенды вампира имеют славянские и румынские корни? Известно, что в Европе всегда было много вампиров. И существует даже целый регион, который считается в каком-то смысле родиной вампиризма. И связан он с Румынией, не случайно знаменитый на весь мир вампир граф Дракула, родом из Румынии. Дело в том, что действительно Румыния, и недалеко от нее находится Австро-Венгрия, это так называемый треугольник смерти. По мнению астрологов, треугольник смерти соединяет Румынию, Австрию и Венгрию. Ученые доказали, именно в этих странах самый большой процент суицидов, а уфологи выявили в них всплески аномальной активности. По их мнению, это связано с разломом земной коры, который вызывает изменения в психике и генетике человека. Именно в этих трех странах чаще всего рассказывают истории об оживших мертвецах, бродящих по свету в поисках свежей крови. Кто знает, возможно, вампиры и сами жертвы природных аномалий. И их нужно лечить, а не истреблять. Во второй половине 20 века ученые обнаружили заболевание под названием порфирия. Это заболевание сопровождалось тем, что человек не мог попадать под солнечные лучи, так как у него происходили изменения в составе крови. Этот человек не мог переносить чеснок, потому что чеснок усиливал заболевание крови. И заболевание это сопровождалось тем, что зубы начинали краснеть, и рисцы наступали вперед. Так кто же такие вампиры? Плод воображения людей с богатой фантазией? Главные герои древних мифов? Жертвы генетических заболеваний? Или страшные кровожадные монстры? Обитали ли они когда-нибудь на нашей планете? А может быть существуют и сегодня? Фактически это такой образ незримого врага, а он в живой природе, он существует, и он издревле пугал людей. Это образ летучей мыши. А на самом деле образ передается из поколения в поколение, и, например, символика даже некоторых специальных служб, она использует этот образ. Почему? Потому что он внезапный, быстрый, и он может напугать очень сильно. Так вот, образ вампира, он преследует человечество уже порядка двухсот лет. Вам никогда не приходило в голову, что рядом с вами живет вампир? Им может оказаться каждый. Парень со светлой кожей из квартиры напротив. Или не по годам молодо выглядящая подруга, или начальник, прячущийся от солнца под зонт. Кто знает, может быть все эти люди наследники графа Дракула? Вы будете удивлены, но мы действительно живем в мире вампиров. Они окружают нас днем и ночью, дома и на работе. Обычные люди для них всего лишь жертвы, из которых они безжалостно сосут. Нет, не кровь, а энергию. Человек слабеет, чахнет, постоянно болеет. У него не остается сил ни на что. Даже жить. Его посещают мысли о самоубийстве. Он не понимает, что с ним происходит. А где-то рядом с ним плетет свою зловещую паутину вампир, все ту же и ту же затягивая нити и выпивая из своей жертвы всю энергию до последней капли. Как сами энергетические вампиры рассказывают о своем виде голода? Это сосущее чувство подножечкой, но оно не удовлетворяется пищей. Оно удовлетворяется именно общением. Очень часто энергетические вампиры нападают на людей, которым некуда бежать. То есть это продавцы в магазинах, это психологи, врачи и прочие люди, которые обязаны пообщаться с вампиром. Энергетические вампиры не обнажают клыки при знакомстве. Темную сущность они прячут за приветливостью и любезностью. Но как только жертва попадает в их паутину лжи, они вонзают в нее свои острые зубы и выпивают жизненные силы, как медовый нектар. То есть это человек, который противостоит нам по определенным установкам, убеждениям, по тонусу тела, который может или понизить наш тонус тела, или вывести нас из текущего равновесного состояния. То есть это такой нарушитель нашего баланса, жизненного психологического тонуса, нашей самооценки и нашего восприятия. История любви молодой белорусской певицы Лики Елинской и успешного бизнесмена Николая Гурбаша поначалу была похожа на сказку про Золушку. Колбасный король влюбился в красавицу без памяти, заваливал дорогими подарками, шубы, бриллианты, шикарные автомобили. Все было брошено к ногам любимой женщины. Анжелика первые годы замужества буквально летала от счастья и посвящала любимому песню. Я так тебя люблю, крылья открываю на краю. Николай стал для Анжелики всем. Мужем, продюсором, другом и отцом ее третьего ребенка, сына Анастаса. В браке с ним у нее было все, о чем только можно мечтать. Анжелика, как любая любящая женщина, буквально растворилась в супруге. Она и сама не замечала, как с каждым годом совместной жизни в ней оставалось все меньше от нее самой. Управление лайнером ее жизни взял в свои руки супруг. Он полностью контролировал ее жизнь. У меня есть видеокадры уникальные, где он пытался учить меня петь и учить мой балет танцевать. Это, честно, это очень смешно. Очень смешно. Но вот, к сожалению, человек заболел звездной болезнью. Вот. Началось-то все с Евровидения, кстати. Сама вырастила этого монстра. Никуда не денешься. Сама виновата. Сейчас Анжелике кажется, что последние годы брака она находилась словно в состоянии транса. Не было ни сил, ни энергии, ни желания заниматься творчеством. Особенно тяжело давалось общение с мужем. Анжелике казалось, что он буквально высасывает из нее энергию из жизненной силы. Неужели любящий супруг оказался оборотнем? Если очень долго проживать с энергетическим вампиром, то, конечно, энергии остается все меньше и меньше. И партнер энергетического вампира начинает очень часто болеть и становится неудачником. Потому что он становится, как муха, попавшая в сети паука. Продолжение следует... ...будоражить их восприятие и тем самым создавать определенный внутренний комфортный эмоциональный фон. Неужели Николай Агурбаш энергетический вампир? Почему бывшая жена считает его монстром и деспотом? Возможно ли, чтобы человек, который создал бизнес-империю, питался человеческой энергией и людскими эмоциями? И понимает ли он сам, что опустошает людей и лишает их жизненных сил? Те люди, которые рядом со мной, я для них папа. И на предприятии, и те, кто реально мои дети, естественно, я для них и папа, и человек, который для них создает какой-то уют, комфорт, может, защиту какую-то. И так для каждого члена работника моих предприятий. С каждым днем брака Анжелика таяла на глазах. На момент развода она весила 48 килограммов, и это при ее росте 178 сантиметров. Она едва держалась на ногах. Как истощенной моральной и физической женщине удалось справиться с депрессией и решиться на развод? Говорит, дорогая, поздравляю. Я сказала, пошли ты. Как расправиться с вампиром без скала и чеснока? Мы раскроем все тайны звездной пары. С легкой руки голливудских режиссеров мы перестали представлять себе вампиров в виде жутких монстров. Теперь при слове вампир в голове возникает образ юного прекрасного существа с фарфоровой кожей и, как это ни парадоксально, очень чистой душой. Быстрый, смелый и благородный принц. Таков он, вампир 21 века. Неужели современный образец для подражания – вампир? Вампирам теперь быть модно. Голливуд каждый год выпускает фильмы о кровососах, которые неизменно собирают в прокате миллионы долларов. Заливаясь слезами при просмотре очередной вампирской саги, молодые люди мечтают и сами однажды обратиться в кровопийцу и в таком притягательном, как им кажется, образе обрести свое счастье и любовь. В последние несколько лет вампиризм и легенды о вампиризме очень вошли в моду и стали сниматься фильмы о вампирах. Люди стали носить одежду, так называемую, готическую, делать макияж, который был под стать изображению вампиров, готический. То есть одно из течений годов – это склонности к увлечению вампиризма. И мы наблюдаем в последнее время, очень много и зарубежных, и российских фильмов было снято о вампирах. 2008 год. В Москве в страшной автомобильной катастрофе погибает молодая девушка. Ее жених, 24-летний Валерий Гремео, впадает в глубокую депрессию, перестает общаться с друзьями и выходить на улицу. В добровольном заточении он проводит два года. Неизвестно, сколько бы еще времени Валерий провел в четырех стенах, если бы не старые знакомые, которые буквально силой заставили его выйти из дома и повели в ресторан. Мы с ними давно не виделись, и они заказали бифштекску. До этого я такого никогда не пробовал. Возникло четкое ощущение. Во-первых, был душевный и энергетический подъем. Я стал активнее, я стал прекрасно себя чувствовать. Мне, конечно, стало интересно, что же такого произошло за ближайшие дни, что дало этот потенциал. И чего-то хотелось, к чему-то тянуло. Я стал перебирать события. В конце концов, я вспомнил, что мы ходили в ресторан с друзьями, что я там кушал. Естественно, сознание на это тут же среагировало. Организм подсказал, что это именно то, что мне было нужно. И я решил, что, наверное, кровь, настоящая кровь, вот это вот то, что необходимо моему организму, и то, что дает энергию. Почувствовав солоноватый с металлическим оттенком вкус крови, Валерий почувствовал, как к нему стали возвращаться силы. Впервые за несколько лет он ощутил себя живым. Физические вампиры испытывают огромную потребность в том, чтобы пить кровь, не обязательно человека, можно и животных. Вампиры, которые поумнее, которые не хотят становиться серийными убийцами-маньяками, они довольствуются кровью животных. Хотя, конечно, кровь человека для них полезнее всего. Смыслом жизни для Валерия стала охота для свежей крови. Но где в современном мегаполисе раздобыть ее, и при этом не привлечь к себе излишнее внимание правоохранительных органов? Не отправляться же в самом деле на охоту в поисках жертв. Но приступать закон все же приходится. Навел контакты в нескольких пунктах по переливанию крови. Отсутствие 50-100 грамм за, скажем, 3-4 дня за неделю у них никто не замечает это, никому во вред не идет. Спокойно я это беру, мне этого хватает. Пока Валерию хватает 50-70 граммов в неделю. Но кто знает, что будет дальше? Не превратится ли молодой мужчина в кровожадного маньяка? Сможет ли он совладать со своей страстью? Скажем, потреблять в пищу вампир может живых существ, будь то животные, птицы, насекомые или люди. Как правило, такому неподвижному, скажем так, телу легче всего получить в пищу именно человека. Отмечены частые случаи нападения вампиров на близких родственников. Валерий обратился в нашу программу за помощью. Ему не нужны сверхспособности. Ему безразлична вечная молодость. Он мечтает избавиться от своей страшной зависимости. Наши эксперты согласились помочь ему. Ведь случай действительно уникальный. Сможет ли Эмма Раймон помочь Валерию? Действительно ли он превратился в вампира? Или трагедия, перенесенная им в 2008 году, стала отправной точкой некоего психического расстройства? И как ему исцелиться от своей одержимости? Если вампиры действительно существуют, то почему нет никаких документальных доказательств их пребывания на Земле? Или они есть, но тщательно скрываются от людей? В июне 2012 года, неподалеку от болгарского городка Солозополь, археологи Софийского университета нашли странное заторонение. Во время раскопок были обнаружены два скелета, которым по приблизительным подсчетам более трех сотен лет. Но больше всего ученых поразил не возраст, а станка. Каждый из скелетов был пронзен массивным железным колом. Зачем наши далекие предки пригвоздили тела усопших в земле? Неужели боялись, что они будут нарушать покой своих близких после смерти? Людей, подозреваемых в вампиризме, хоронили с особенной осторожностью. И очень часто еще до их естественной смерти. Очень редко бывало так, что человека проверяли на вампиризм с помощью осиновых кольев. Если бы человек после вбития первого в него укола умирал не сразу, то считалось, что это абсолютно точно вампир. Если он погибал сразу, это была невинная жертва. В средневековье считалось, что злые люди, отличавшиеся жестокостью и деспотизмом, после смерти не отправлялись в мир иной, а продолжали мучить людей. Люди верили в нечистую силу и особенно боялись вампира. По легендам, после смерти они поднимались из своих могил и приходили к родственникам и знакомым, чтобы поживиться их кровью. Считалось, что если мертвецу в грудь вбить кол или отрубить голову, то он уже не сможет никому причинить вред и упокоиться с миром. Откуда появились такие легенды? И на чем они основаны? На выдумке или реальности? Мифы рассказывают о том, что на вершине горы был огромный город, где жили только вампиры. Эти вампиры по легенде выращивали себе подобных или животных и их кровью питались. Сами вампиры считались пастухами, а те, кого они употребляли в пищу, считались скотом. И произошла такая ситуация, что обычные люди взбунтовались и напали на вампиров, разрушили весь город, и вампиры погибли. А часть из вампиров, которая осталась, до сих пор бродит по миру в ненависти и в злобе. В Румынии вампиров верят до сих пор. Вампирские легенды в этой стране – часть национальной истории. По румынским преданиям, вампиры – это восставшие после смерти тела, что возвращаются, чтобы пить кровь домашнего скота, своих родственников и соседей. Румыния, Карпаты – места, близкие к ним. Это места, буквально пропитанные магией. Достаточно вспомнить о том, что в Румынии существует официальная профессия кулдуна – мага-экстрасенса. Правительство этой страны уже не может отрицать существование оккультных сил и их проявления в нашем мире. Говоря о Румынии и вампирах, невозможно не упомянуть графа Дракулу. Часть Румынии, называемая Трансильванией, лежит у подножья Карпатских гор. Место потрясающей красоты, но окутанное мистической дымкой. Именно там расположился замок, который называют замком графа Дракулы. Граф Дракула, он же Влад Цеперш, запомнился людям своей невероятной жестокостью. Дорога, ведущая к его замку, была усеяна трупами его врагов, посаженных на кол. Отсюда и пошли слухи о его кровожадности. Его кровожадность говорила о том, что человек нуждается в получении энергии непривычным, неестественным для нас путем. Не через общение, не через духовное возвышение, не через питание, а именно через пролитие крови и мучение других людей. Дракула достаточно известный персонаж и художественных произведений, но не стоит забывать о том, что это все-таки реально существовавшая историческая личность. Что еще раз подтверждает нам то, что вампиры это вполне реальная угроза. Легенды о Дракуле. Румыния обязана писателю Браму Стокеру, который выдумал историю о кровожадном вампире, взяв за основу графа образ Влада Цеперша. Он, кстати, по историческим свидетельствам, действительно был похож на вампира. Бледная кожа, красные белки глаз. Но все это было не признаком вампиризма, а следствием болезни, от которой всю свою жизнь граф безуспешно лечился. И даже выдвигалась гипотеза, что Дракула болел именно заболеванием Порфирия. К тому же существует психическое заболевание, которое сопровождается тем, что человек находится не в себе, убивает людей и выпивает их кровь. Или убивает животных и выпивает их кровь. Это заболевание получило название синдром Ренфилда. Некоторые ученые считают, что истории о вампирах появились под влиянием редкого заболевания, которое называется Порфирия. Это форма генной патологии, которой страдает один из двухсот тысяч. Болезнь заключается в том, что организм теряет способность вырабатывать в нужных количествах основной компонент крови – красные тельца. В итоге больной начинает бояться солнечного света, его сухожилие деформируется, что выражается в скрючивании пальцев. До 20 века считалось, что больные Порфирией одержимы темными силами. Сенсационное исследование ученых потрясло весь мир. Они доказали, что вампиры действительно существуют. Нью-Йоркский ученый по имени Стефан Каплан много лет изучал случаи вампиризма. В результате своих исследований он получил около полутора тысяч анкет физических вампиров. Они признались, что испытывают болезненную тягу к крови и вынуждены просить своих друзей и знакомых, чтобы они сдавали для них кровь. По мнению ученого, это не психическое расстройство. Нет. Все опрошенные им люди абсолютно здоровы. Их единственное отклонение – постоянная жажда свежей горячей крови. Физический вампир не стремится к убийству своей жертвы, потому что у мертвых людей кровь сворачивается, и ее невозможно пить. А цель физического вампира – это именно живая, несвернувшаяся, текущая человеческая кровь. Поэтому в идеале вампиру нужны люди, из которых он периодически будет, так сказать, подсасывать кровь. По преданиям, вампиры принадлежат к потустороннему миру. Ими становятся люди, у которых при жизни были только материальные интересы. Они не хотят расставаться с накопленными богатствами. Земная жизнь для них – все, а небесная – ничто. В таком случае душа покойника может избрать жуткое состояние полусмерти или вампиризма. Но почему в живых людях внезапно просыпается странная тяга крови? Как это объяснить? И может ли обычный человек стать вампиром? Наверное, ни на одну тему не снято столько фильмов, сколько их снято на тему вампиризма. На экране вместо уродливых бездушных вурдалаков мы видим молодых и красивых жертв обстоятельств. Магия кино. Но почему, несмотря на бешеную популярность темы, актеры не любят соглашаться на такие роли? Играть в кино нечистую силу – плохая примета. Это поверье бытует среди актеров вдавно. Многие отмахиваются от него, как от досадного суеверия. Другие же, видя статистику, вынуждены верить. И если само название висит над актером, что он играл вампира, энергетические вампиры, они тоже скапливаются вокруг этого человека и начинают питаться его энергией. И человек полностью ослабевает, начинает болеть и в конце концов от этого умирает. Валерий Золотухин согласился на роль вампира с тяжелым сердцем. Ему, как глубоко православному человеку, не хотелось играть нечисть. Он успокаивал себя тем, что в фильме исполняет роль в первую очередь отца главного героя и только потом вампира. Но обмануть проведение не получилось. С каждым съемочным днем состояние актера ухудшалось. Валерий Золотухин, сыграв вампира в «Ночном дозоре», почувствовал себя плохо, потому что он был гениальным актером, а гениальные актеры, они не просто копируют кого-то, а они органически вживаются в образ своего героя и персонажа. И вжившись в этот образ, он понял, как страшно быть вампиром, потому что он не вампир. И поняв это, он взял на себя вот те страшные ощущения, которые переживает жертва вампира. И поэтому ему стало так плохо. Почему темные силы не желают, чтобы о них снимались фильмы? Неужели все актеры, сыгравшие в многочисленных вампирских сагах, будут наказаны за свои образы? Кто страшнее, вампир-кровосос или энергетический вампир? И что делать, если вы подозреваете знакомого в вампиризме? Нередко человек замечает, что в обществе некоторых людей на него наваливается внезапная слабость, наблюдается упадок сил, пропадает желание заниматься делами и решать какие-то вопросы. Не исключено, что это является результатом общения с энергетическим вампиром, который питается энергией других людей. Если вы замечаете эмоции, то всегда вы можете противостоять этому эмоциональному посылу, например, не реагировать, не раздражаться, не выдавать ту привычную эмоцию, которая удовлетворит. Если вы замечаете, что нет сил просто, то нужно физически дистанцироваться, нужно выйти из зоны контакта для того, чтобы понять, то есть что происходит на физическом уровне, отследить, что происходит на эмоциональном уровне, и какие мысли возникают в тот момент, когда происходит какая-то стычка с так называемым психологическим вампиром. Мы попросили астролога составить натальные карты Николая и Анжелики Агурбаш. Вердикт специалиста подтвердил предположение певицы. Колбасный король Николай Агурбаш – энергетический вампир. В паре Николай и Анжелика Агурбаш расчет показывает по квадрату Пифагора, что Николай – это энергетический вампир. А поскольку Анжелика проводила с ним очень много времени, они были и супругами, и деловыми партнерами, он ее продюсер, разумеется, 24 часа в сутки вместе. Если ты вместе с энергетическим вампиром, то это изматывает тебя, и в конце концов ты попадаешь в глубокую депрессию и тоску. Анжелика осознала это не сразу, а спасение в таком случае может быть только одно – категорическое расставание с вампиром, другого спасения просто нет. Вампир всегда найдет себе другую, новую жертву. Брат Николая и Анжелики Агурбаш закончился скандалом и громким разводом. В один прекрасный день Анжелика проснулась и поняла, что больше так жить не может. Или развод, или смерть. Как это могло случиться? Я не знаю, как это могло случиться со мной. Я выходила замуж за совершенно другого человека. За сильного, благородного, заботливого, внимательного. И вот это лицо каким-то чудным образом пять лет сохранялось, потом потихонечку, потихонечку маски съезжали. Психологи предупреждают – энергетический вампир никогда так просто не отпустит свою жертву. Оставшись без подпитки, он станет агрессивным, раздражительным и будет искать новых встреч, провоцировать ссоры, устраивать скандалы. Человек просто оказывается в таком запертом состоянии, когда он не пропускает ничего внутрь себя, потому что переварить это невозможно. Это психологически отравляет жизни человека, это отравляет внутреннее состояние, тело зажимается, и вот здесь выход только один – в разъединении. Так получилось и у Анжелики. Разрыв произошел перед ее большим сольным концертом в Кремле. Это событие было для нее очень важным. К выступлению Анжелика долго готовилась. Но, приехав в Кремлевский дворец, она почувствовала давно знакомые симптомы – усталость, упадок сил, внутренняя опустошенность. Оказалось, в зале присутствовал Николай. Я еле живая приехала в этот Кремль, слава Богу. Слава Богу, вот ангелы, все энергии, небеса, моя сила, духа, сила воли, потому что я понимала, что я не могу подвести уже все то, что было сделано. Всех людей, артистов, балета, музыкантов, я собрала все вселенские свои силы, призвала еще все силы всех своих предков. Ну-ка давайте, помогайте мне, а что делать? Анжелика пела и молилась высшим силам, чтобы они помогли ей отработать концерт. И сила молитвы помогла ей. Небесные защитники встали на ее сторону. И когда человек потом вышел ко мне на сцену, когда уже все аплодисменты, это правда, я его послала на сцене. Говорит, дорогая, поздравляю. Мне сказали, пошел ты. От души, от всего сердца, по-людски, по-настоящему, так смачно его послала. И знаете, как вот, и мне стало хорошо, мне стало хорошо, я стала свободной. Работает это с кем-то сейчас человек, не работает, свободен, не свободен. Анжелика сумела победить вампира и сейчас счастлива. Постепенно она восстановила нервы и жизненные силы, окунулась в работу и вернула собственное я. Да, давай, давай быстрее. Быстрее сюрпризов, быстрее сюрпризов. Вампирам нужны эмоции. Они ими питаются. Важно не давать им их. И они уйдут искать себе другую жертву. Вампир специально пытается вызвать у своей жертвы гнев или стресс. Потому что это его еда. Так пусть он останется голодным. Вампир всегда найдет себе другую, новую жертву. А ты должен быть в стороне. Потому что если ты становишься хронической жертвой вампира, то это значительно сокращает твое здоровье и вообще продолжительность твоей жизни. Контактировать с вампирами нельзя. Это очень опасно. И постоянные жертвы вампиров, они быстро заболевают и умирают. Против нечисти хорошо помогает магия. Эзотерики советуют. Если вас или ваших близких одолевает энергетический вампир, проведите магический обряд. Начертите на фотографии человека, которого хотите защитить. Руны – символ защиты и веры. И спрячьте ее подальше. Для верности такой же спасительный знак можно нарисовать на теле. Экстрасенсы уверяют, что вампиры не энергетические, не физические. Вас не тронут, пока вы находитесь под магической защитой. Обязательно нужно сказать оговор. Силу 1 на 4 стихий активирует рунический став от энерговампиров, чтобы ко мне не пристала ни энерговампири, ни астральные, ни ментальные, никакие. И это надо осветить, как бы закрепить свечой. Но так ли уж здорово быть вампиром? Ежедневно чувствовать жажду крови, которая выжигает тебя изнутри, убивать ради нее, прятаться от людей солнечного света, быть обреченным на вечную жизнь и такое же вечное одиночество. Вампирам покроют люди только черные силы. Потому что им нек где брать свою энергию, свои силы. Они почему приходят даже демоном в нашу землю, чтобы мучить нас, чтобы питаться нашей энергией. Они питаются нашими слезами, нашими печалью, нашей депрессией, нашей болью. Валерий Гремио считает себя вампиром. И для него это слишком тяжелая ноша. Каждый день он замечает изменения в своем состоянии. Он становится более физически выносливым, но менее эмоциональным. Последние несколько лет не меняется его внешний облик. Он не стареет, как знать. Может быть, он превращается в монстра? Зрение. У меня было с детства не очень хорошее зрение. Правда, оно на одном уровне сохранялось. И вот оно стало улучшаться. Так же, как обоняние. Стал улучшаться слух. Слух был всегда хорошим. Здесь он стал еще более острым. И есть еще одна вещь. Я стал лучше чувствовать людей, наверное, или живых существ, находящихся рядом. То есть я могу не видеть человека, но в радиусе 6-10 метров я знаю, что он есть. Экстрасенс сразу почувствовала исходящую от Валерия темную энергетику. Ее вердикт ошарашил всех. Она говорит, что вовсе не стейк с кровью положил начало вампирской истории Валерия. Он слишком часто посещал могилу погибшей девушки. Иногда оставался на кладбище на ночь. И там к нему прицепилась темная сущность. Теперь она завладела его душой полностью. И толкает Валерия на путь тьмы. Именно из-за нее мужчину мучает жажда человеческой крови. У тех сущностей, которые оказывают воздействие на человека, у них имеется определенное название в историческом мире. Их называют лярвами. Именно ваша проблема, она связана как раз с наличием вот этой лярвы, которая воздействует на сознание и заставляет вас совершать определенные вещи, поступки в жизни. Они будут носить именно негативный, темный характер. Валерию необходим обряд экзорцизма, иначе вечная смерть. По мнению экстрасенса, сущность, сидящая внутри него, способна довести его до самоубийства, или убийства ради крови. Эмма проводит древний магический обряд, и одержимый начинает биться в судороге. Медиум была права. В вампире живет темная сущность, и она не желает покидать его тело. Удалось ли экстрасенсу изгнать сущность, которая измывалась над нашим героем, покажет время. Мы изгнали сущность вампира, вас изгнали лярву. Отныне вас больше не побеспокоят ни тяга к вампиризму, ни какие другие негативные события происходить больше не будут. Вампиры очень популярные персонажи в кинематографе, но некоторые фильмы буквально прокляты. У них дурная слава, и актеры, сыгравшие в них, плохо заканчивают. В чем же тут дело? Актеры, которые играют роль злых существ, в частности вампир, вживаются очень сильно в роли этих существ. И когда роль прекращается, то иные злые существа очень быстро начинают поглощать энергию этого актера, и он впоследствии умирает. По мнению экстрасенсов, люди с темной энергетикой могут без вреда перевоплощаться на экране в какую угодно нечесть. Для них такие роли проходят без последствий. Но люди со светлой энергетикой, с чистой доброй душой, снимаясь в мистических фильмах, нарушают свою ауру. Бреш в энергетике не проходит бесследно для их здоровья. Ответ на вопрос, существуют ли вампиры на самом деле, еще долго будет занимать наше воображение. И кто знает, возможно, они действительно есть, и внешне не отличаются от нас с вами. Так это или нет, но факт остается фактом. Вампиры опасны для вашего здоровья и жизни. И если на вашем пути встретился вампир, то каким бы он ни был, лучше спасаться бегством. Все течет, все изменяется. И вампиры уже совсем не те, что были прежде. Сегодня им уже не нужны ни склепы, ни кладбища. Они могут обитать в обыкновенных квартирах, по соседству с нами. Кстати, недавно один из потомков графа Дракулы, проживающий в Берлине, был избран в горсовет от демократической партии. А до этого он 20 лет проработал на станции переливания крови. Кто знает, может быть, где-то на Земле есть могущественный клан вампиров, который управляет нашим с вами миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова